Сегодня 2 сентября Холод стоит на улице уже собачачий Просто холодина стоит Всего 7 градусов тепла А в теплицах-то еще растут помидоры Сегодня посмотрела прогноз А прогноз-то неутешительный Весь сентябрь будет холодный Днем до 15 градусов всего тепла А ночью, даже сейчас в начале сентября И 3-4 будет И что делать с помидорами, которые остались в теплице Я не знаю Очень жалко Сейчас многое все загнется Цветочки, которые типолюбивые, конечно же, завянут Замерзнут Но 3 градуса это уже, можно сказать, мороз Вот, и я решила поснимать Клумбочку, которая еще очень меня радует Вот такие цветы Здесь все растет Сегодня я хочу амарант сорвать Посушить для чая Ну, розы, конечно, не боятся Они будут цвести Бархатцы тоже не боятся Они при минусе только загнутся Вот, в принципе, на этой токумбе у меня все такие цветы Которые не боятся холода Вот, розы еще радуют меня Видите, какая красивая И это очень шикарная роза Она столько бутончиков набрала Конечно, все бутоны не расцветут Но вот часть, конечно, будет меня еще радовать осень То есть осень пришла как-то очень-очень резко Позавчера еще было 30 градусов И вдруг резко плюс 8 Вот вчера у нас было плюс 8 градусов То есть дубак стоит вообще неимоверный А в домике, вот где мы живем, в домике Даже пришлось обогреватель включить А вот муж успел по жаре сделать крышу Навес для гаража Правда, ворота не успел сделать Но ничего страшного Навес опять дров Правда, зачем эти дрова, если печки еще у нас нету Но он сказал, пусть будет Печка же когда-нибудь появится Тут вот гладиолус у меня Такой шикарный А вот еще один А тут их два, извиняюсь Вот такие шикарные гладиолусы Вот, а вот это амарант вырос Я его даже не сажала Он сам вырос Вот его тоже Я извиняюсь Надо посушить и на чай Так, друзья, я заканчиваю свою съемку Потому что начал моросить мелкий-мелкий дождь А цинии прекрасно себя чувствуют Вот, и наконец салатик у меня Пошел салатик расти Вот один даже он застрелковался Так, все, друзья, я убегаю Потому что мелкий противный дождик идет Пошла я в теплицу Вот смотрите, сколько у меня еще томатов висит на веточках Жалко, конечно Но их все придется снимать Вот это вот арбузный А вот это уже розовый слон В одной луночке растут два томата Почему-то попался розовый слон вместе с арбузным Ну, ничего страшного Выросли же Выросли Арбузный очень интересную окраску имеет Полосатую вот Я потом вставлю еще одну фотографию У меня там есть полосатого этого арбузного Там более ярко выражена Полосатость это Вот, вчера я сняла ящик томатов еще Очень крупных, больших Розовый слон Смотрите, какой томат Смотрите, какой томат висит А тепла уже нет Я боюсь, что они Либо заболеют чем-то Либо просто остановятся О, тут вот опять видите, что Типа ожога что-то Ну, в общем-то Вот здесь вот лежало штук, наверное, 7 томатов Вон там еще лежат томаты Прям на земле Томат упал, уперся в стенку И вот еще В общем, их надо тоже все снимать Вот томатик В общем, томаты Томатами я довольна в этом году Очень много было Я тоже обрывала Чтоб, наверное, 10 Таких мелких Красных уже Так что В общем-то Урожай хороший в этом году был Вот эти вот все томаты Надо удалять уже Тут уже нет ничего Ну, есть мелочь всякая Вот такая мелочь Но это уже толку не будет И вот вчера начала обрывать Вот с этих кустов Посмотрите Они все усутные Все просто усутные Ну, как их удалять? Ну, в общем, я решила Что удалять их не буду Помидорки я соберу А кустики оставлю Пусть они так и сидят Ну, если замерзнут Замерзнут Не замерзнут Значит, еще будут плодоносить Вот сейчас я подойду поближе туда Покажу, сколько еще томатиков Есть на кустиках Вот смотрите, сколько их там Видите? Этот куст упал Я его даже не поднимала Вот посмотрите, сколько их там Томатов Это срочно-срочно собрать нужно Потому что Он завалился И если я буду поднимать Он просто сломается Вот томатики Вон томатики В общем-то Томатов еще море Вот Ну, вот эти мелкие Их, конечно, можно Тут веревочка Можно засолить Замариновать, точнее Я не солю Вот Мы соленые не любим Смотрите, какие прекрасные томатики Капелька Они как капелька и выглядят Вот Их очень много А вот это заросли Это я просто экспериментировала Думаю, что же будет? Ну, конечно, ничего не будет Вчера я пыталась там немножко обрезать Задача не из легких Ну, теперь так уже и пусть будут Ну, пусть так и сидят Ну, что самое удивительное Там томаты растут Помидорки вон они Видите, как их достать Я пока не знаю Ну, буду пробираться как-то Видите, томатики Вон они Вон они Вон они Сколько их там В общем, буду постепенно обрезать И удалять Ну, посмотрите Даже жалко их срывать Они так красиво растут Вот Но Надо, надо, надо Вот Это вот одна теплица Сейчас мы с вами сходим Во вторую теплицу Это здесь у меня бродилка еще стоит Но это уже она не нужна Но, тем не менее Что-то деревья, какие-то кусты полью Перчика уже нету Тут его А, вот перчик, смотрите На него прямо упал Куст томата Поэтому он заглушен Видите, они какие мощные, здоровые Вот И вот здесь бродилочка стоит тоже Друшлаг висит Процеживаю, когда плеваю Хочу показать Молодая яблоня была Вот И в этом году яблок нет Но вот на ней Вот такие мелкие яблочки Все-таки были Наверное, штучек 10 мы съели Это моя смородина несобранная Так и осталась она уже в зиму Птички не едят ее что-то Вот, но она очень-очень вкусная Сладенькая Ммм Ну, собирать я ее уже не буду На днях обработала На днях обработала малину И начался холод И поэтому так все и валяется Все надо поднимать Собирать, сжигать Но на краешках Вот Их надо обрезать было Но там на краешках Ягодки созреют, наверное Хотя, если будет холодно Вряд ли они созреют Вот куст Крыжовника уже тоже обработала Только покопать осталось Вот этот тоже Очень сильно обрезала Потому что Начинаешь собирать Все руки корябаются Вот У забора тоже надо наводить порядок Но, в общем, везде надо наводить порядок Вот Ну, а мы пошли с вами во вторую теплицу Возле теплицы у меня Видите Красота Такая небольшая экскурсия Здесь сидит свекла Свекла Редиска, навряд ли она уже вырастет Но А вдруг Вот это репа у меня сидит Тоже пошла в рост Я ее окучила Поливала И она пошла в рост Здесь, наконец, начал появляться укроп С укропом я не особо дружу Он у меня очень плохо растет Почему-то Почему, не знаю Вот И Это вот Клубника, которую я привезла С Волгограда От Олечки Олечка, вот твоя клубника Но это, конечно, не вся Это вот остатки клубники Которые я сюда просто растыкала И она себя прекрасно чувствует Ее, конечно, немножко замывает Землей Серединку Надо будет как-то очистить Вот Мне герань еще вот Подогнали Вот такая герань Тоже надо в горшки высаживать И отвозить домой на квартиру Капусту, конечно, уже, наверное, не вырастет Ее, наверное, доедят Вот только один качан Вот там вот растет И все Огурцы мои накрыты Вот Что будет с ними, я не знаю Будут или не будут Так, вот здесь тоже Олина клубничка Замечательно себя чувствует Прекрасная просто клубничка А вот здесь клубничка росла Она почему-то пропала Видите Вот И вот там вот Между свеколками Тоже клубничка растет Вот она тоже растет В общем, я ее растыкивала Там, где было место Так, дождик морозит Я быстро-быстро убегаю в теплицу Здесь, конечно Так, сейчас дверь закрою Здесь, конечно Все еще тоже растет Вы посмотрите, сколько помидоров Вы посмотрите Какие большие ветки Еще висят А черри так вообще усыпаны Вот очень-очень жаль Но придется все собирать Вот эта ветка мне очень нравится Я прям жалею ее удалять Извиняюсь Вот, смотрите Какая прелесть висит здесь Тот черный принц Черри Огурчик здесь Но огурец почему-то вообще зачах И он даже не растет Просто сидит в одной паре Он даже Ни туда, ни сюда Не загибается И не растет Вот Здесь много их А какие они вкусные Вы не представляете даже Ммм Томатик сладенький Так семечки можно стоять и есть их Вот баклажан Было пять баклажанов Я их все поудаляла Осталось два вот баклажана Вот И вот смотрите Цветок Вроде бы был цветок И он засох прямо на ветке Ну, на Кустике То есть Баклажаны За баклажанами я вообще не дружу Ну и я решила, что Мне нужно-то пару баклажанов За все лето За всю зиму Поэтому сажать я их больше не буду Мой китайский огурец сидит Задела ветку Смотрите, какая ветка Вот смотрите только Какая ветка И сколько их Они до верха идут Вот огурчик Крокодил, который Гена у меня Что-то с ним случилось Его надо выкинуть Вот Ну и вот видите Им не хватает Вот этих веществ Которые им нужны И калий, и магний Что там Я говорю Я небольшой знаток Вот и они получаются Видите, какие Как Капелька Ну, в общем С одной стороны узенькие А тут они расширяются Вот А вот огурчик Ничего Висит хорошенький Видите Вот Вот это китайский огурец Я потом его сорву И покажу вам Что там внутри Он так и называется Китайский огурец Но Я уже в каком-то видео говорила Огурцы Это не для нас Мы такое есть не будем Хризантема моя Которая росла Всю зиму дома Летом Так и не очухалась Но я ее хочу Опять пересадить В хорошую землю В хороший горшок И опять забрать домой Хризантема Которая росла В теплице С той осени Тоже прекрасно себя чувствует Она обильно цветет Вот смотрите Какой куст обильно цветущий Вот А вот эта хризантема Которая Должна быть С крупными Цветками Она так у меня И не дала цветков Она пошла в дурь От тепла От удобрений И цветов Опять не будет Поэтому Вот эти все хризантемы Которые не дают У меня цветов Я буду вырывать И выбрасывать Сидят пять лет А толку от них нет Вот здесь перчик еще есть Я срывала перчик Но еще кое-где осталось Он еще даже пытается цвести Может быть и будет еще что-то с него Хотя я сомневаюсь Вон еще перчик висит Вот видите Перчик еще остался у меня Вот они перчинки висят Мелкие Ну может чуть-чуть подрастут Вот кустик Тоже с мелкими перчинками Один даже пытается Покраснеть Вот перчик А это вот острый перчик Который случайно попал в теплицу И он прекрасно себя чувствует Один красный Один оранжевый Я хочу сказать Что Вот все говорят Что нельзя перец сажать Вместе с таким перцем Со сладким Будет горчить Ну переопыляться и горчить Вы знаете Я специально проводила эксперимент Вот рядом сидят перцы обычные Там кубанский у меня сидит И Забыла название А здесь кубанский сидит Вот кубанский Кубанский сидит рядом Я специально пробовала Ничего не переопылилось Он такой же вкусный и сладкий А горький Так и остался горьким В общем-то Скорее всего это миф Может быть у кого-то Случайно что-то получилось И пошло отсюда Поверье Но хочу сказать Все-таки сажать Острый перец Я буду отдельно Просто они очень большие И неудобно В плане того, что Ну либо в угол Вот куда-то буду сажать Но только не вот так Посредине Но как он попал Я даже честно говоря И не знаю Вот Семена базилика Я начала уже собирать Вот ведерки И вы не очень удобно Собирать Поэтому Обрезаю Секатором И прям руками Раз Маловые Вот эти вот Как они сказали Стебельки Вот Ну в общем-то Все здесь прекрасно Помидоры Вам начинают болеть Видите Поэтому да Надо удалять Вот Ну я думаю Что тепла уже не будет Поэтому надо все удалять Петрушка Себя прекрасно чувствует Вот Тоже надо будет Срезать И посушить Вот этот куст Бархатцев Конечно Я его пожалела Выкинуть Но он так мешается Вот И вот там тоже Петрушка Вот Целый рядок Петрушки Тоже надо срезать Сушить И готовиться Уже К зиме Тепла уже не будет Ну вот так Теплица выглядит На 2 сентября Под банками Это у меня сидит Обрезанная роза Я Очеренковала И посадила Под банки Но к сожалению У меня не было Три дня дома И она у меня Они у меня засохли Хотя нет Вот видите Зеленые листики сидят Вот их надо Часто-часто поливать Может быть Сейчас начну поливать Может быть Они и пойдут в рост Да Листики только завяли А стебельки зеленые Вот этот вообще зеленый Это роза спрей И поэтому я думаю Что она Все-таки живучая Вот видите Вот Ну посмотрим Там он бархатится Откуда-то попал Тоже цветет Вот такая Прекрасная Теплица у меня Так что На сегодня В теплице У меня запланировано Удалить Вот эти все помидорки Собрать Красные Хотя бы Потому что Сегодня ночью Обещали Плюс Три Градуса Всего лишь Поэтому Мне страшно За них Естественно Я их соберу Ромашка Пестролистная Видите у них Листики Какие пестренькие Клумба Клумба Тоже Вот герань Надо увозить Домой Вот их Три Четыре Здесь Раз Два Три Четыре Горшочка Ну для начала Я поставлю В теплицу А потом Перевезу домой А вот еще Пятый На пенечке Стоит А это у меня Виноград Растет Ну конечно Искусственный Вы поняли Вот так Выглядит Огород На 2 сентября Сейчас Мелкий Мелкий Дождик Моросить Поэтому Я убегаю Домой Сейчас Поеду В город У меня Продукты Кончились Мясо Кончилось Чай Кончился Хоть чай Мы травяной Пьем Но все Таки К травяному Я чуть 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 Добавляю Черного Для цвета Потому что Не весь Травяной Чай Дает Цвет По-моему 3-8 градусов Тепла Видите 2 сентября Такой урожай Кабачков Это не тыква Это кабачки Это называется Кабачок Мячик Это я не знаю Как называется 2 птисонечка Вот У него Очень нежный Вкус И я его Порой Даже Когда чищу Просто Ем Как Ну Сырую Мякоть Ем Очень вкусная Как дыни Что ли Только не сладкая Вот вчерашний Сбор Томатов Видите Большая Я сняла Это розовый слон Вот И пошла За теплицу Где в бочке У меня растут И вот представляете Нашла вот столько Переростков То есть Ну это Это просто кабаны Я не знаю Я не знаю Что я с ними Делать буду Ну вот С этого Можно что-то Сделать Вот Это еще Не такой Большой Вот С этого А вот Этот Конечно Ну Семена Навряд ли Получится Потому что Сейчас все Эти гибриды Поэтому Скорее всего На выброс Пойдет Этот Огурец Салаты Я уже Не делаю Да и не хочу Из крупных Салаты Делать Ну В общем То Не знаю А это Вот Картошечка Это своя Картошка Накопанная С огорода Вот такая Прекрасная Картошка Вот И вот Все томатики Стоят Вот Четыре ящика Все томаты Тут чеснок Лук У меня еще Стоит А тут Три Четыре Пять Ящиков Пять Вот еще Томатики Стоят Вот Томатики